Космос. Сколько всего неизведанного есть за пределами нашей планеты? Сколько еще открытий будет у человечества впереди? Никому неизвестно. И я думаю, каждый из вас представлял, что будет с планетой при той или иной ситуации, которая возникает в космосе. Ну так давайте вместе с вами и разберемся, что же будет, если вдруг Луна приблизится к нашей Земле. Луна — единственный спутник Земли. Это пятый по размерам спутник планет Солнечной системы. Это также единственный космический объект, на который когда-либо ступали люди. По мнению современной науки, Луна, вероятно, образовалась в процессе столкновения Земли и какого-то достаточно крупного космического тела. В результате этого удара образовалось огромное количество космического мусора, из которого, в конечном итоге, и сформировался наш единственный спутник. Луна оказывает значительное влияние на нашу планету. Она определяет биологические ритмы живых существ и стабилизирует климат. И вообще делает Землю более пригодной для жизни. Некоторые животные используют лунный свет, чтобы охотиться ночью. Птицы используют Луну для миграции и навигации. Некоторые люди утверждают, что Луна может влиять на настроение человека. Она даже может свести его с ума и даже заставить совершить самоубийство. Однако наука говорит о том, что это маловероятно. Тем не менее, исследование, проведенное в 2013 году, показало, что участникам требовалось на целых 5 минут больше, чтобы уснуть в полнолуние. Но и уснув, они ощущали влияние полной Луны, потому что фаза глубокого сна у них была очень короткой. Итак, мы понимаем, что Луна действительно оказывает большое влияние на жизнь на Земле. Но что произойдет, если она приблизится к нашей планете или даже столкнется с Землей? Но тут есть и хорошие новости. Луна на самом деле удаляется от Земли со скоростью 3,8 сантиметра в год. Плохая новость, однако, тоже есть. И она заключается в том, что если вы каким-то образом переместитесь на 65 миллиардов лет вперед, есть шанс, что Луна действительно может изменить курс и направиться к Земле. И снова хорошие новости. Ни вас, ни кого-либо из ваших знакомых, скорее всего, уже не будет на этой планете. Но давайте допустим, что по какой-то экзотической причине это начнет происходить гораздо раньше. Например, через несколько лет. И знаете, что этот процесс не доставит удовольствия никому, в том числе ночным животным и кораллам, которых начнет смущать какая-то яркая штука, висящая в небе. Но для людей все будет еще хуже. Из-за гравитационного воздействия Луны, которая будет рождать гигантские океанские приливы, любой прибрежный город, например, Владивосток или Лондон, будет неминуемо поглощен чудовищными приливами. И эти приливы высотой в несколько километров будут повторяться по всему миру несколько раз в сутки. Они будут уничтожать абсолютно все на своем пути. А затем снова и снова будут пытаться проникнуть вглубь суши. Если это звучит недостаточно плохо, то это еще не все. Потому что по всей планете пройдут сильные землетрясения, очнутся все потухшие вулканы. Приближение Луны к нашей планете и ее гравитационное воздействие вызовет, ко всему прочему, повышение температуры ядра нашей планеты. Расплавленная магма в огромных количествах начнет попадать в океаны, и вода в них начнет просто выкипать. К этому моменту приливные волны на Земле будут достигать 10 километров в высоту, так что от жизни в прибрежных районах не останется уже ничего. По мере приближения Луны вращение Земли будет замедляться, что вызовет увеличение длительности суток. Температура воздуха при этом начнет снижаться. Новый ледниковый период наступит с очень высокой долей вероятности. Как только Луна достигнет предела Роша, все вышеописанные ужасы практически прекратятся. В этой точке приливные силы сильнее гравитации. А это означает, что силы, разрушающие Луну, будут больше, чем удерживающие ее как единое целое. По этой причине Луна распадется на части, и по крайней мере какое-то время эти обломки сформируют потрясающее кольцо вокруг Земли. Очень похожее на кольцо Сатурна. Но эти осколки Луны начнут в конечном итоге падать на Землю, разрушая все то, что чудом сохранилось, образуя массивные кратеры и уничтожая все уцелевшее живое на Земле. Космическое пространство это воистину огромное место. И как же хорошо, что в этом месте Луна движется не в нашем направлении. С тобой был Луну Непостижимо. Ставь лайк, подписывайся, пиши комментарий. До скорого.